Приветствую вас! Первое, что приходит на ум, когда слышишь слово БелАЗ, так это огромный карьерный самосвал, который перевозит огромное количество тонн руды. Карьерные самосвалы БелАЗ, как никто другие, заслужили репутацию надежных помощников при работе в карьере. А его огромные размеры иногда приводят большинство людей в трепет. Это колосы среди грузовых машин. Но если вам доводилось видеть этот самосвал, то вы, наверное, обращали внимание на круглые штуковины, похожие на огромные фары. Что это за штуковины такие? И какова их функция? Человек, который впервые видит этого монстра, сперва может подумать, что круглые штуковины по бокам это фары. Ведь огромному грузовику нужны такие же огромные фары. Но это не так. Это не что иное, как внешние воздушные фильтры. И их на БелАЗе может стоять 2, 4 и даже более штук. Нужны они для дополнительной защиты механизмов самосвала, в первую очередь самого двигателя. Ведь работает самосвал в основном в карьере, а там, как известно, очень грязная среда. Без этих фильтров БелАЗ бы быстро бы сломался. А чтобы освещать себе дорогу такой огромной машине, не обязательно ставить прожекторы. Достаточно установить несколько обычных осветительных приборов на капоте. Еще один вопрос возникал у людей, которые застали БелАЗ еще советского производства. И был он связан с кабиной, вернее, с его отрицательным углом наклона. Ведь у современных самосвалов она обычная, без наклона. А у советских немного выдана-то вперед. А связано это с решением нескольких задач. Во-первых, угол наклона кабины защищает водителя от солнечных бликов. Во-вторых, это гораздо лучший обзор. И, наконец, отрицательный угол наклона повышает устойчивость остекленения к загрязнению. Установка такой угловатой кабины на БелАЗ не нова. Такие же наклоны можно было наблюдать на морских и речных судах, а также на железнодорожных поездах. Но времена меняются. Сейчас на стекла наносятся антибликовые и прочие покрытия, которые позволяют комфортно управлять самосвалом. И на адобности кабины под углом отпала. И сейчас на БелАЗах стоят обычные классические кабины. И если мой ролик вам понравился и был полезен, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Также приветствую ваши комментарии под этим видео. Желаю вам всего хорошего. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok